Я уже сказал, что у нас очень представительная делегация Российского исторического общества и Дмитрий Петрович Бак, член Совета Российского исторического общества, с нами директор Государственного музея истории российской литературы. Профессор, прошу вас, вам слово. Добрый день, уважаемый Айк Борисович, Александр Владимирович, Константин Лич, дорогие друзья, уважаемые коллеги, я счастлив снова быть в Братской Армении. И, конечно же, тот повод, который у нас сегодня собрал, это замечательное событие, Шаканская битва, история объединяет народы и культуры, история высвечивает прошлое. Правильно сказал Константин Лич, что нам и сегодня, и в дальнейшем предстоит очень тщательное изучение всех обстоятельств, всех подробностей, в том числе экономических, политических, военных, для того, чтобы точнее описать своеобразие этой победы, все это верно. Но в одном смысле была одержана победа, безусловно, в символическом смысле, в духовном смысле, потому что мера победы незапоставима бывает с потерями или, наоборот, с трофеями, с приобретенными территориями, потому что в этой битве все сошлось, и русская цивилизация, армянская цивилизация, восточное христианство. Не случайно Нерсес Штаракадзи, в могиле которого мы сегодня возложили цветы и возглавлял отряд армянский, который, собственно говоря, важнейший вклад в эту битву внес, затем сдал католикосом. В этом смысле, конечно, была одержана победа. Я очень рад, что в предыдущий раз мы тоже были вместе с Константином Ильичем Могилевским, он возглавлял и тогда делегацию Российского исторического общества. Повод был достойнейший. Это была годовщина Туркманьчайского мирного договора. И, конечно же, то, что делает Российское историческое общество, в совет которого я имею счастье, совершенно незаменимая работа не только для России, но и для всех стран, которые дружественны России, потому что Российское историческое общество действует сразу на нескольких, хочется сказать, фронтах. Это и популяризация достоверного исторического знания в массовом сознании, потому что манипулировать можно именно тем сознанием, которое ничем не отягчено, которое не представляет, где Армения, где Азербайджан, где Украина, где Белоруссия. Это какие-то абстракции для него. Кроме того, это профессиональное знание, историческое образование и, конечно, музейная работа тоже. Я углавляю крупнейший в России музей истории российской литературы. В него входят 11 музеев Достоевского, Чехова, Пастернака, Солженицына и многих других. И музей – это тоже важнейшая институция, наряду с академическими институтами, наряду с университетами, которая фиксирует историческое знание. Неспрозда наш музей именно так и называется – музей истории российской литературы. Правильно было сказано, что юбилеи, важные даты становятся толчком для актуализации того, что до поры, до времени, ну, вроде бы, локализованы только в прошлом. История не только высвечивает прошлое, но история строит настоящее, совершенно безусловно. Наш музей уже 6 лет носит имя Владимира Ивановича Даля, русского писателя, лексикографа, мореплавателя, воина, доктора, врача, этнографа и так далее. Такой синтетической фигуры. А вот сейчас мы вдруг вспомнили, я это никогда не забывал, потому что я 32 года преподаю в университетах литературу, что Владимир Даль – казак Луганский, он родился в Луганске, это удивительная синтезирующая фигура. Одним словом, история строит наше настоящее. Мы прекрасно знаем, что сейчас в мире происходят важнейшие процессы, интеграционные процессы. Диалог цивилизации вступил в свою решающую фазу. Это очень драматичные события. И, конечно, задача всех историков, филологов, культурологов, духовных лидеров и священнослужителей – приближать будущее. История не только высвечивает прошлое, история не только строит настоящее, но и история приближает будущее. И мы, конечно, убеждены, что в этом будущем Россия и Армения будут рядом, будут ощущать многостолетнее братство, будут работать во имя мира, во имя стабильности. И это одна из наших сегодняшних задач. Я очень счастлив быть еще раз скажу на сегодняшней конференции. Большое спасибо, дорогие коллеги Шнурковой Целы. Спасибо, Дмитрий Петрович.